не знаете где дорога привет вы на канале hacking trip меня зовут руслан и сегодня мы поговорим о том к чему так просто не подготовишься заранее и если это случается то это приводит к стрессу даже какому-то отчаянию короче что делать если вы заблудились главный посыл этого видео предупрежден значит вооружен сегодня поговорим о том что делать если ты уже заблудился и как этого избежать помните что потеряться может не только начинающий но и опытный турист особенно на неизвестной ему территории многие любят загородной поездки на сбор грибов ягод это отличное времяпрепровождение но у этого есть и обратная сторона подняв голову вы можете обнаружить себя совершенно неизвестном месте не знаю куда вообще идти короче вы заблудились уж поверьте я прекрасно это знаю по себе я в своей жизни в общем-то и походная в том числе облудился не раз например свои школьные годы ну и ранее студенческие я на продолжительный срок пару раз ездил в финляндию чтобы собирать ягоды ну и продавать их все это происходило в лесах на болотах и я в общем-то не растерялся как раз собирая различные ягоды и поверьте штука это не очень приятно конечно это не так страшно заблудиться в финляндии как например где-нибудь в глуши в сибири в россии но тем не менее согласно статистике лиза alert это такая организация по поиску пропавших людей каждый 12 человек потерявшийся в лесу не возвращается но если рассматриваем самый печальный итог конечно и так в чем же опасность того что вы потерялись ну кроме очевидного стресса примерно 90 процентов погибают от переохлаждения ну и вообще чаще ищут именно тех людей которые утверждают что знают лес как свои пять пальцев к примеру в походе вы теряйтесь это сразу же срывает все ваши планы поскольку вы должны были попасть к месту следующей ночевки в определенное время но у вас по крайней мере есть палатка и вы сможете хоть где-то до переночевать а представьте вы в радиальном походе у вас собой ничего толком нет ни палатки не спальника и вы не сможете остановиться нормально с ночевкой и при этом еще не погода надвигается в общем эта ситуация уже намного серьезней причины этих заблуждений могут быть совершенно различные например плохое освещение темное время суток туман или вы собираете ягоды грибы и полностью теряетесь в пространстве не дайте дальше ну или к примеру есть такое явление как фокус правой ноги то есть когда вы думаете что идете прямо одна из ног забирает в ту или иную сторону и вы немного отклоняетесь короче в различных жутких сценариев может быть великое множество и одну из истории сейчас расскажет юля а я поведаю о том что довелось пережить двум жительницам сахалина екатерине и елене по их рассказу можно снять хороший триллер 24 августа женщины решили отправиться в тайгу за ягодами недалеко от дороги и они заблудились девять дней женщины пили воду из болота ели только рябину спали на хвойных ветках и конечно же сильно мертвы а еще пол дня скрывались от медведя с которым столкнулись нос к носу и лишь 1 сентября их смогли увидеть с вертолета позже они рассказали что они вообще не собирались углубляться в тайгу просто не увидели ягоды прошли метров десять пособирали пять минут стали начали возвращаться а дороге все нет и нет я думаю эта история запомнится мадамом еще надолго это еще хорошо что она со счастливым концом и так какие же советы можно дать сложившейся ситуации сейчас фокусируемся на вещах которые можно сделать заранее во первых проинформируйте своих родственников друзей в соцсетях о вашем маршруте причем желательно указывать конкретные даты где вы будете в какой момент если вы замечали на вершинах есть обычно такие вот шкафчики особенно в европе где люди отмечают свое пребывание и дату именно по ним можно определить сумел человек сюда поднялся и сумел ли дойти до следующей вершины далее нужно подготовить заранее некий аварийный наборчик для выживания куда должны входить например компас нож зажигалка какие-то варианты для быстрого розжига веревки одеяло для выживания и набор этот лучше брать с собой всегда даже если вы выходите в какую-то короткую радиалку мало ли что существует масса вариантов подобных аварийных наборчиков у нас есть свой он правда совмещен с ремонтным но вот в этом видео вы можете посмотреть более подробно что туда входит я думаю будет полезно кстати говоря о компасе не думайте что это какой-то пережиток прошло ведь сейчас у каждого человека есть телефон gps am на это полагаться нельзя сто процентов потому что телефон может разбиться намокнуть батарея сесть или gps просто может не ловить поэтому старый добрый компас еще никому не помешают но этого мало им нужно еще научиться пользоваться и сделать это заранее они непосредственно в лесу когда вы уже заблудились думая что ну компас то есть он меня спасет нет если вам нужно какое-то обучающее видео ну черканите в комментариях мы что-то придумаем еще казалось бы очевидно совет по поводу выбора одежды отправляясь на природу нужно подбирать ее адекватно то есть не идти в кедах куда-то в горы а также приоритет цвета очень много людей предпочитают почему-то милитари камуфляж или какие-то нейтральные тона чтобы сразу выглядеть круто как какой-то охотник повстанец но с практической точки зрения это ну так себе польза то есть лучше отдать приоритет более яркой одежде обнаружить человека в таком костюме крайне сложно особенно в ситуации если силы полностью его покинули и он например лег в траву и кстати вот выше упомянутой истории как раз так и произошло девушки были одеты в камуфляжный костюм из-за этого время поисков значительно увеличилось и так если факт вашего заблуждения уже состоялся что же делать на месте самое главное правило не паникуй понятно легко сказать но нужно взять себя в руки осадить свои эмоции избегать каких-то спонтанных действий специалисты советуют начать громко петь звучит тупо но это позволяет снизить уровень стресса и тревожности очень популярный и важный совет в том числе от мчс что в случае потери необходимо оставаться на месте особенно это актуально если вы отбились от группы ну или точно знаете что вас будут искать потому что гораздо проще вернуться по пройденному пути чем потом прочесывать весь лес в округе если получится попробуйте связаться с внешним миром например позвонить в мчс и максимально информативно описать ситуацию если вас просят оставаться на месте то следуйте инструкциям попробуйте развести костер с наиболее большим количеством дыма чтобы вас легче было найти или например выйдите на ближайшее открытое пространство чтобы сориентироваться на местности есть смысл подняться повыше как вариант можно взобраться на высокое дерево и уже затем наметить следующий маршрут по другим деревьям или к примеру подняться на ближайший холм но здесь нужно помнить что это мероприятие не должно вызывать потенциальной опасности к примеру холм может быть слишком далеко и вы еще успеете потеряться идя к нему либо склон может быть слишком крутой и вы сможете сорваться в общем будьте аккуратны ищите признаки цивилизации двигайтесь вдоль железнодорожных путей линии лэб телефонных столбов помните что легко спутать обычную дорогу со звериной тропой многие из-за этого терялись одним из признаков может быть огромное количество веток на уровне груди либо каких-то других препятствий на развилки выбирайте более протоптанную тропу и вообще помните что любая дорога это жизнь если натолкнулись на дорогу хоть куда-то она вас приведет прислушайтесь вне городских условий лай собак может быть слышен за два-три километра а прочая работающая техника например поезд до десяти и если уж вам приходится двигаться без тропы лучше придерживаться определенного направления следа по ориентирам то есть намечая следующий ориентир вы таким образом сохраняете ну один вектор движения и это также поможет избежать так называемого фокуса правой ноги если вы вынуждены все-таки искать дорогу искать путь и оставляйте следы своего пребывания это могут быть зарубки на деревьях какие-то повязанные ленточки на кустах либо выложенные камнями или ветвями направление своего пути но помните что оставленные мусор и срач в лагере это не средство для выживания ну и наконец может возникнуть ситуация когда вам необходимо прекратить свое движение особенно это нужно сделать если наступила ночь но давайте этот вопрос оставим на отдельное видео что делать если вам нужно организовать экстренную ночевку так что черкните в комментариях мы попробуем подыскать нужный материал давайте подытожим я еще раз хочу чтобы вы поняли главную идею что если вы сумели проинформировать о ваше местонахождение или точно знаете что вас ищут не пробуйте найти дорогу самостоятельно даже если у вас большой опыт то есть не стоит самонадеянно считать что вы сможете найти дорогу из любого леса как правило это приводит к тому что человек еще глубже уходит в лес или ходит потом кругами если у вас есть вода под боком то вы запросто можете дождаться помощи и безболезненно выйти из леса помните что искать тропу самостоятельно нужно только в крайнем случае когда вы абсолютно точно знаете что никто в ближайшие три дня вас искать не будет и помощи ждать ниоткуда искренне вам желаю чтобы наши советы вам никогда не пригодились рассказывайте о своих случаях когда вы заблудились делитесь в комментариях своими соображениями по этому вопросу подписывайся на канал обязательно поставь все уведомления мы выпускаем видео раз в неделю до новых троп и 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